Сити-менеджера и Бресинского района подозревают в превышении полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело. Глава райадминистрации подозревается в незаконном взимании доплаты с переселенцев из ветхого жилья на общую сумму 5,9 миллиона рублей. По версии следствия, Петров сообщил гражданам заведомо ложные сведения о том, что разница между площадью занимаемого ими ветхого жилья и площадью вновь предоставляемого жилого помещения они должны оплачивать за свой счет. При этом чиновник грозил лишить их права на предоставление нового жилья. Сам Анатолий Петров с обвинениями по иску не согласен, считая их безосновательными. Когда переселяем по ветхому жилью, жилищный кодекс согласит, что жилье должно быть представлено равнозначное. Благоустроенное, но по площади равнозначное. Вот представьте, есть дом, готовые квартиры и есть жилье. Правда, вот барака, она была небольшая. И вот республика выделяет точь-точь на эту площадь. Мы ищем у себя резервы и в городском поселении находим сумму 48 тысяч для собственного софинансирования. Республика дает 15 миллионов, потом еще, а по возможности бюджета городского поселения дает 48 тысяч. То есть поселение на свои деньги могло купить тогда 2,8 квадратных метров жилья. И вот жилье есть, но даже теоретически там площадь не может совпадать. И мы приглашали людей, вот у нас такая проблема. Есть такое жилье, но у нас нет денег. И так как это собственность подрядчика, индивидуального предпринимателя, мы свою долю, то есть городское поселение свою долю оплатило. По нашей подсказке человек обратился в суд. И суд вынес решение, что администрация обязана представить жилье только равнозначную. Администрация имеет право предоставить большее, но тут право должно быть закреплено деньгами. Их у нас не было. Я даже приведу цифру. Район расплачивался по долгам за выполненным в 8 году работать еще в течение трех лет. То есть возможно бюджета у нас не было. И люди тогда сами напрямую договаривались с подрядчиком и платили ему деньги. Ну сумма, по-моему, от трех тысяч рублей. В общем, люди доплачивали подрядчику и вопрос не возникал до прошлого года. Но в прошлом году появляются жалобы граждан, как я понял. Тут возникло подозрение, что мы сговоры с подрядчиком. Наверное, мы действительно допустили ошибки. Но я говорю ошибки. Там злого умысла не было. Я прекрасно понимаю тех граждан, когда у них появляется надежда, что им эти деньги могут вернуть. Я, правда, совсем не представляю, как это может быть. Как это может быть. О возбуждении уголовного дела узнал из газеты. Я сегодня хочу приехать к следователям, получить постановление о возбуждении уголовного дела. Но вот то, что еще суда не было, и я ведь разговариваю с людьми, а информация прошла уже. Когда в таком объеме информации проходит, люди все-таки верят СМИ. И уже многие меня посчитали преступником. Я считаю, что это неправильно. Вот эту практику до решения суда так озвучивать, давать такую информацию, это не надо. Пусть и суд решит.